Жан-Батист Дюмунса, граф Бергенский, французский дивизионный генерал, маршал Голландии, депутат генеральных штатов Нидерландов, родился 7 ноября 1760 года в Брюсселе, учился на архитектора. Когда в 1787 году вспыхнули первые беспорядки в Бельгии, Дюмунса вступил в одну из волонтерных рот и так проявил себя на военном поприще, что вскоре ему было вверено начальство над особым отрядом, который по цвету мундира был назван «Конарейками». Дюмунса отличился со своим отрядом при переправе через Майс, где был ранен и в сражении при Тальмане, которым кончилась эта кампания. Сделавшись подозрительным в глазах австрийского правительства, Дюмунса бежал во Францию. При открытии войны 1792 года он был подполковником бельгийских войск, состоявших во французской армии и отличился своей храбростью. Сражение при Жимаппиум взял корененский редут, сражался под Брюсселем, при Нейрвиндини, истребил голландский отряд между Лиллемой и Турной и в первой половине 1793 года был уже бригадным генералом. Ему генералу Ринье приписывают план завоевания Нидерландов, исполненный впоследствии Пешегрю. Дюмунс разделял славу этого генерала, был первым комендантом Амстердама и на этом посту успел снискать уважение голландцев так, что новое ботавское правительство предложило ему вступить в свою службу. С согласия французов, он в 1796 году перешел в голландские войска генерал-лейтенантом и когда в 1799 году русские и англичане сделали высадку в Голландии и сражался против них, в особенности отличился в битве при Бергене. В 1800 году Дюмунс был начальником ботавского контингента в Франконе и управлял осадой Мариенбургской цитадели при Вюрцбурге. 13 июня 1803 года назначен главнокомандующим голландской армией. В 1805 году Дюмунс было поручено преобразовать голландские войска. Справившись с этой задачей он потом начальствовал бытовской дивизией, которая долженствовала участвовать в высадке французов в Англию. По преобразованию голландии в королевство король Людовик Наполеон назначил Дюмунса посланником в Париж, но в 1806 году вернул его в армию и возвел в достоинство маршала. После похода 1806-1807 года в Померанию, где Дюмунса действовал против шведских войск, он был назначен членом государственного совета и государственным канцлером по военным делам. В 1809 году он действовал против англичан, сделавших высадку на остров Волхерн. В 1810 году получил титул графа Бергенского. По присоединению Голландии к Франции, Наполеон 11 ноября призвал его к себе, возвел в достоинство графа Франции, пожаловал орден почетного легиона. Дал чин дивизионного генерала и 17 декабря назначил командиром 2-й дивизии. Компании 1813 года Дюмунса отличился тем, что спас остатки корпуса Ван Дамма, разгромленного при Кульме. Сражение при Пирне нанес поражение русскому корпусу. Сражение при Дрездене он также блестяще проявил себя, однако 11 ноября он в Дрездене капитулировал перед союзниками и сдался в плен. Дюмунса вернулся во Францию только после восстановления Бурбонов. Людовик XVIII утвердил его во всех титулах и достоинствах, пожаловал ему орден СВ. Людовика и назначил опять начальником 2-й дивизии. Во время 100 дней он бездеятельно находился в Мезьерии, но после Ватерлоо вышел в отставку и удалился в Нидерланды. Там он был помощником короля Вильяма 1 и 15 марта и сбрался во Вторую палату Генеральных Штатов от Южного Брабанта. Жил в Брюсселе, скончался в Форесте Астериск под Брюсселем 29 декабря 1821 года. В его честь названа улица в Брюсселе. Французские, бельгийские и голландские графы Дюмонса являются его потомками. Источники Военная энциклопедия Патриот В.Ф. Новицква и Д.Р. С.П.Б. Т.В. и В.С.И.Т.И.Н. 1911-1915 Военный энциклопедический лексикон Т.В. С.П.Б. 1854 Залесский К.Наполеоновские войны 1799-1815 Биографический энциклопедический словарь М.2003 Ч.Малли Биографии Д.С.С.Брайтс Милитейрес Д.С.Армес Д.Террорет Д.Мер Д.1789 А.1850 1852 В.О.Л.1